Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня понедельник, недельная глава ВАИКРА. Знаете, иногда кажется, что мир рухнул. Иногда кажется, что как может вернуться уже то, что было, тем более то, что уже вообще разрушено. Разбитый стакан невозможно соединить. Но я хочу рассказать вам сегодня короткую историю. Она приводится в книге Рава Нахмана Салцера. Эта история доказывает, что даже один шаг, приближающий наш к Варцу, может изменить все и сотворить невозможное. История началась в одной из поездок этого Рава за границу. Он рассказывает, в самолете я заметил, на соседнем кресле сидит человек и ест большой кусок белого мяса, некошерного. На обертке обеда указана была такая надпись «Господин Ванштейн». Я был удивлен, человек летит в Израиль и, так сказать, ест некошерное мясо, и решил с ним побеседовать. Я сел рядом. Простите, говорю, не хочу показаться вам наглым или оскорбить вас. Можно задать вопрос? Конечно, он говорит. Вам измерзно, что в этом самолете есть кошерный обед? Он посмотрел и говорит, кошерного не ем. Что вы имеете в виду? Спросил я. Вы соблюдаете кошерный лишь в других местах и идите все подряд, или же вообще вас ничего не значит? Человек вообще решил со мной не разговаривать больше, не отвечал, не молчал. Потом вдруг говорит, кошерного не ем, и все тут. После этого замкнулся, и через некоторое время я произвел еще одну фразу. Никогда не забуду катастрофу. Никогда. И неожиданно заплакал. Затем продолжил. Вы знаете, видно, его прорвало, и он начал рассказывать раввину. Я вам скажу, что сломило меня. Я был в концлагере. Я еще держался, пока не наступил момент, когда у меня уже не было сил. Все дни, когда я был в лагере, у меня было одно желание. Что мой возлюбленный сын, Катриэль Минахим, который все время был рядом со мной, сумел выбраться оттуда целым и невредимым. Уже погибла его мать, она была убита. Братья, сестры, все были убиты в лагере. Но мой ребенок оставался. Я надеялся, что он выживет. И меня это поддерживало. В какой-то день заключенных ввели в служебное оповещение. Там были несколько дверей, которые забирали тех, кого хотели уничтожить. Это было кошмарное чувство. Мой сын крепко вцепился в руку, так что почти вообще не цепить. Вдруг его схватили и забрали, моего Катриэля Минахима. И больше я его никогда не видел. Прошло время, знакомые рассказали мне, что видели какого-то солдата, который застрелил моего сына. С тех пор, говорит, я с Богом перестал разговаривать. И сейчас не буду. Раф сказал, я был потрясен, не знал, что говорить. И просто молчал. В течение шести часов полета мы больше не сказали ни слова. И так приземлились в Хьюстоне. Нет, это с Хьюстона летели. Приземлились в аэропорту. И каждый пошел своим путем. Прошло четыре года. И он переехал в землю Израиля на праздники. В Йом-Кипур валился в одной большой синагоге. В какой-то момент понадобилось рабу выйти на улицу, что-то взять. Он вышел на улицу и увидел странное зрелище. Пожилой человек сидит на автобусной остановке, курит в середине Йом-Кипура. Я посмотрел на него, почти чуть не упал в обморок. Это был никто иной, как сам господин Вайнштейн. В тот момент я понял, что если мы встретились во второй раз, то от меня хотят свыше, чтобы я попробовал еще раз что-то. Такого случайно не может быть. Мы дали дополнительный шанс. Мне дали дополнительный шанс. Поскольку это был самый святой день в году. И имел двойное значение. Я подошел к нему, представился, он вспомнил нашу встречу. Посмотрел на меня, но абсолютно холодным взглядом. Видно, в нем высохло все. Я даже не заинтересовал его. Неожиданно у меня засветилась в голове идея. Уверен, что вы знаете, господин Вайнштейн, что сегодня Йом-Кипур. Через короткое время в нашей синагоге будут такой молитвой скор. Поминовение душ умерших. Пойдемте, зайдем на минуту в синагогу. Вы вызовете к вас к Хазану и назовете имя вашего погибшего сына. И помолитесь за его душу. Возможно, это единственная возможность упомянуть его имя. Разве вы не думаете, что настало время замолвить слово о его душе на небесном суде? И вы знаете, идея моя сработала. Слезы окутали его глаза. Я оплатил его, дал ему опереться на мое плечо. Подвел к прямиком синагогу до самого места, где стоял Хазан. Мы подошли к Хазану. Попросили, чтобы он сделал особое поминовение. И господин Ванштейн, опираясь на возвышение, прошептал имя сына Катриэль Минахим, сын Ихескеля Сарги. И внезапно произошло что-то поразительное. Лицо Хазана побелело. Капли пота выступили у него на лбу. Глаза как бы выглянули. Закричал отец и упал в обморок. Это был его любимый сын Катриэль Минахим. Который, как думал отец, уже не было в живых. Нет никаких слов, чтобы описать, что происходило. Все, кто видели эту сцену. Это произошло в заслугу первого шага, который отец совершил в сторону Бога. В сторону понимания того, что многого мы не понимаем. Он удостоился при жизни вновь обрести мир, увидеть семью, которой обзавелся его сын, внуков и внучек. Кстати, в результате он и сам вернулся к Торе и к заповедям. Этот рассказ о путях Бога, которых мы никогда не понимаем и не поймем. Но этот же рассказ о том, как мы, не понимая Бога, начинаем верить. Начинаем принимать и верить хотя бы один шаг по пути веры. Впрочем, другого варианта у нас нет. Все варианты хуже, чем верить в Творца. Верить в его великую непонятную нам справедливость. И тогда все должно быть хорошо. Все вернется даже то, что разбито. А сейчас нам надо только верить. И укреплять себя в этой вере. Браха вацлаха. Браха вацлаха.